Вы слушаете канал ЖАЖ.КЛАБ Глава 11. Отряд На следующий день в главном зале гостиницы, как всегда, собрались старейшие гномы, уважаемые эльфы, волшебник Ухтыш, фея Кализа и Фелисия. Вилл тоже был приглашен, вместе с гномом Мрамором и мышкой Ларисой. «Начнем наше совещание», — сказал Мак. И все замолчали, всем известно, какое несчастье свалилось на нашу голову. «Ясно, что это дело рук ведьмы. Вопрос один. Что делать?» Волшебник, присел и взял со стола свой любимый серебряный подстаканник, в котором дымился стакан с чаем. В зале зашептались. Ухтыш отхлебнул из стакана и встал. Присутствующие затихли, в лесу живет множество зверей и птиц, которые могли бы нам помочь в поиске колдуньи. Недавно мне рассказывала старая сойка, что видела скалозуба у белых городских. Но так испугалась, что не решилась проследить, куда он бежал, значит, нам известно примерное место, где может прятаться ведьма. Встал старый эльф Май. Дело в том, что если добычи достаточно, то волки редко уходят далеко в лес от логова. Максимум 5-10 километров. Рядом надо искать реку. Селиться в лесу без источника воды глупо, это ценная информация, сказал волшебник, кто еще выскажется. Встал гном по имени Городской. Он был гораздо больше своих собратьев. Его сильные узловатые руки свисали почти до земли. Гор поклонился и обратился к волшебнику. Вы знаете, что наши тоннели тянутся во все стороны волшебной страны. Есть подземный ход и к Белым горам. Там добывают золото и драгоценные камни. Мы охотно покажем проход, ведущий к рудникам. Я готов сопровождать тех смельчаков, которые решатся на это путешествие. Спасибо, поблагодарил Ухтыш, мы обязательно воспользуемся подземельем. Может, кто-то еще хочет высказаться? Опять попросил слово эльф Май, в лесу живет немногочисленный народец, гребликов. Они нам родственники, и эльф показал рукой на своих собратьев. Правда, я давно не слышал от них вестей. Сейчас в лесу лежит снег. Найти маленького человечка, похожего на гриб-поганку практически невозможно. Вероятно, они все ушли жить под землю. Раз вы собираетесь путешествовать под землей, то встречу нельзя исключать. Греблики знают все на свете и сами могут появиться перед тем, кто в них нуждается. Ну что же, план действий более-менее ясен. Необходимо отправляться к Белым горам, найти ведьму, а там уже действовать по обстановке. Я возглавлю отряд, и волшебник обвел прищуренным глазом всех присутствующих, как было уже сказано. Я согласен составить вам компанию, сказал гном гор. Под земелье я знаю, как свои пять пальцев. Я с вами, пискнула мышь Лариска. Мои сородичи живут по всей волшебной стране. Они обязательно нам помогут. Кроме того, в отряде должен быть повар. А я прекрасно умею готовить, и я пойду. Поднялся вилл и посмотрел на мрамора. Гном кивнул, давая понять, что не возражает. Итак, нас четверо, подытожил Ухтыш, завтра утром наш отряд выступает в поход. Собравшиеся зашумели и скоро разошлись по своим делам. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб.